Добрый день! Сегодня давайте приготовим из индейки шашлычки в духовке. В домашних условиях, так сказать, я купил индейку. Тут где-то 1,7 кг у меня. Это грудка, уже порезанная кусками, но мы порежем их еще помельче, как на шашлыке, но не слишком мелко, чтобы не пересохло в духовке. Наверное, вот такие кусочки будет в самый раз у нас. Короче, нарезаем всю нашу индейку. А потом будем мариновать. Так, индейку мы нарезали, перекладываем все в кастрюльку. Будем тут мариновать сейчас. Теперь солим. Я на глаз всегда солю, много не будем. Копченую паприку. Хочу добавить немножко карри. Она к курице подходит, да и к любой птице, к индейке тоже. Черный перчик, как без него. И хочу в этот раз красный перец острый добавить. Хочу прям остренькие, чтобы у нас шашлычки получились. Вот так вот. Все, и заливаем все это уксусом. Не боимся, он у меня 9% столовый уксус обычный. Если есть яблочный, можно не суть. Все, можно немножечко долить водички. Достаточно. Теперь все это перемешиваем, накрываем крышечкой и оставляем на пару часиков. Все, прошло 3 часа. Виндюшка наша замариновалась. Теперь на противень выкладываем желательно на расстоянии друг от друга, чтобы она запекалась со всех сторон. Без всякого масла, без всякой воды. Там и так влаги будет много. Вот так вот раскладываем с зазорчиком. И она будет обжариваться у нас с каждой стороны, ну кроме низа может быть немножко. Все, я вот так разложил индюшку. Ну, как получилось. Зазорчики есть, небольшие, но сойдет. Значит, теперь, что наша задача на большой температуре? Ее приготовить так, чтобы она внутри была сочная. Сверху корочка, ну, по возможности. Так как она уже была с уксусом, в маринаде уксус присутствует, значит, белок уже немножечко свернулся. То есть, приготовление будет намного быстрее. Так же, как вот шашлык готовят, если на уксусе. То есть, я думаю, при 200 градусах максимум 15 минут, ну, может быть, 20 от силы, и будет все готово. Ставим в духовку. Спустя 20 минут и 5 минут на режим гриля шашлычки готовы. Давайте проверим на мягкость. Вот возьмем кусочек. Вот, смотрите. И он сочный внутри, что самое главное. Приятного аппетита! Готовьте такие шашлычки дома. Вкусно и полезно.